Театральный коллектив «Маска» под руководством Владимира Вишневского занял третье место в областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Репортаж моей коллеги Екатерины Детловской. Областной этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проходил в четыре тура и продлился целый месяц. И весь этот месяц ни участникам театральной студии «Маска», ни тем более ее руководителю Владимиру Вишневскому отдыхать не пришлось. В обычный график занятий включили репетиции представленного на конкурс произведения, 15-минутной постановки по стихотворению Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Это действительно серьезная, большая, красивая работа, где дети показывают всю свою дикцию, весь свой посыл в зал, актерская, такой очень серьезная работа. Она мне очень нравится, просто это одна из моих самых любимых работ. И она, конечно, короткая, потому что там, как на любом фестивале, есть лимит времени. Она на 15 минут, а если мы берем наш спектакль, у нас минимум спектакля – это полчаса, а самый большой у нас – это два часа двухактовая пьеса. Без детей это невозможно было делать, они постоянно со мной ездили, показывали свои работы и все прочее. То есть это, я считаю, вообще не может быть такой вот в театре и в театральной сфере не может быть такой вещь, как индивидуальная награда. Потому что все это дело такое очень-очень-очень коллективное. И даже здесь весь коллектив нашего центра мне очень здорово помогал. Потому что такая работа большая, там надо и методические материалы, и все со мной просто в связке работало. Ну, весь наш коллектив и методисты, и директор помогал, и управление образованием. То есть все это было очень так плотно. И ребята большие молодцы, они вот ездили в Краснознаменск со мной и показывали свою большую работу. Дети обязательно получат внутренние награды от нашего центра, там управление образованием. Даже волнение, которое всегда присутствует перед выходом на сцену, не помешало им справиться с поставленной задачей. Ведь очень хотелось не только хорошо сыграть постановку, но и поддержать своего педагога. На самом деле я очень сильно нервничала, потому что я хотела поддержать своего любимого учителя. Хотела сделать все очень хорошо, ни в коем случае его не подвести. Я очень сильно переживала. На обычном конкурсе так не переживаешь, как переживаешь, когда поддерживаешь своего учителя. Он достойный этой награды, я думаю. И он достойный высший. У нас очень хороший учитель. И как человек, и как преподаватель, он нам преподносит всю информацию, все очень точно. Мы все понимаем и ходим на занятия с большим удовольствием. А все начиналось с поисков конкурсов и фестивалей, в которых можно было бы показать себя. Маске всего пять лет. Последний состав собрался три года назад. Но за это время коллектив принял участие во многих творческих конкурсах. Так, студийцы никогда не пропускают областной конкурс «Юные таланты Московии». Всегда участвуют в Лобнинской части русской классики. В самых ближайших планах – международный театральный фестиваль «Темп» в Сочи и фестиваль детских театральных коллективов в Жуковском. Ребятам действительно есть что показать, потому что они вкладывают в работу не только техническое мастерство, но и частичку души. Каждого из них в поиске себя в творчестве так или иначе привели в театр. Были и танцы, и музыка, и пение. Но попробовав многие виды творческой деятельности, все, кто сейчас занимается в студии, понимали, что, как говорится, театр – это моё. На самом деле театром фактически я живу. Я, ну, очень давно Владимир Румуальдович тоже тут преподавал. Тогда я первый раз пришёл в театр, в театральную студию, тоже очень много где пробовал себя. И пришёл к Владимиру Румуальдовичу. К сожалению, тогда с ним был всего один год, но это кардинально изменило мою жизнь. И с того момента вот в театре я не мыслю себя без театра. И это ощущение только окрепло под руководством основателя студии Владимира Вишневского. Выбрав делом жизни театр и педагогику, он собрал вокруг себя учеников, которые теперь так же, как и их наставник, преданы театральному искусству. А оно в ответ помогает им не только непосредственно на сцене, но и в жизни. Увереннее общаться с людьми, не бояться выступать на публике, осваивать уроки жизни из прочитанных пьес и определиться с призванием. Всё становится легче, когда за спиной стоит мельпомена. Когда выходишь на сцену и смотришь на людей в зале, ты, ну, пропадает страх. И ты делаешь, выкладываешься на полную. Когда сначала стоишь за кулисами и понимаешь, что вот сейчас твой выход, сердце начинает бешено колотиться, а когда уже выходишь на сцену, ну, уже как-то всё равно боишься, ну, становится легче, отпускает немного, потому что на тебя всё-таки смотрят зрители, и ты понимаешь, что ты должен собраться. Днём город, как город, и люди, как люди вокруг. Но вечер приходит, и всё изменяется вдруг. На лица актёров кладёт он таинственный грим, И Гамлет страдает, и снова поёт Лоэн Грин. Ах, этот вечер, лукавый мак, Одет и вечно в лиловый хак. Погаснут свечи, уйдёт любовь, Но в этот вечер вернётся вновь. В ту гавань, что дремлет на дне океана давно. И вновь слышен голос бессмертной гордой любви, Что схожа с планетой, ещё не открытой людьми. Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа. И вечер волшебник запомнит нас всех навсегда. И новые люди в далёкой, неведомой мгле. Когда нас не будет, нас будут играть на земле. Ах, этот вечер, лукавый мак, Одет и вечно в лиловый фраг. Погаснут свечи, уйдёт любовь, Но в этот вечер вернётся вновь. Ах, этот вечер, лукавый мак, Одет и вечно в лиловый фраг. Погаснут свечи, уйдёт любовь, Но в этот вечер вернётся вновь. Екатерина Детловская, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.